здравствуйте дорогие друзья дорогие подписчики где-то 3 4 мая я делал прививки видео у меня в канале есть если что ссылка будет в описании на оба видео там были у меня под кору одна прививка была и одна прививка была улучшенная копулировка сегодня у нас сегодня у нас 22 мая я решил открыть вот сверху находящую бумагу посмотрим она как прижилась хорошо или нет сейчас будем проверять мы аккуратно срежем здесь привязали крепко шпагатом расслабим аккуратно вот она здесь открыли вот здесь я смотрю вроде тяжелось нормально все просто я наверное его долго оставил из-за этого она чуть-чуть сверху здесь верхняя часть чуть-чуть присохла надеюсь если мы его чуть-чуть оставим нормально будет сейчас я вам поближе его покажу вот так нормально видно видите здесь зеленые листочки выходят вроде пока что не высохла и прижилось тоже неплохо конечно это хорошо когда косточковый косточковый и семечковый на семечковый прививают но в данном случае у меня как получилось я вот для опыта решил привить это у меня слива нижняя это получается у нас косточковый а это получается у нас яблоня семерянка на сливу я привил яблоко значит она вроде прижилась нормально проблем нет надеюсь через несколько дней она нормально выйдет и заживет полностью сейчас мы пойдем проверим это было нас под кору прививка сейчас пойдем проверим улучшенная купилировка вот где у нас улучшенная купилировка привита сейчас я его открою аккуратненько свежим чтобы быстренько получилось снимем сейчас посмотрим видите аккуратно здесь когда я прививаю оставляют только одну пачку некоторые оставляют есть любители которые оставляют две почки и три почки ну это хозяина зависит кто как прививает почему я оставляю только одну пачку потому что здесь у меня стебель тонкий корней там не очень много чтобы если будет примерно две-три почки нагрузка идет большая нагрузка то что отсюда попадает питательные вещества на 2 на 3 почки когда идет все это она может слабо вырасти прижиться она может быть прижимать прижимать может не будет прижимать если одна почка уверенно если не высохшая уверенность на 100 процентов если почка будет то одна почка достаточно потому что она во первых быстро приживается во вторых и растет быстрее чем две-три почки но две точки тоже неплохо если примерно будет стебель вот такого размера или если больше стебель будет примерно вот на это и две тоже можно но хоть какой бы стебель не было я всегда прививаю только одну почку оставляю только одну почку чтобы она хорошо прижилась во-первых питательные вещества больше попадает сюда и быстро растет хорошо растет для этого так что вот нас там косточковый на семечковый тоже выросло хорошо прижилась проблем нет а здесь вот семечковые семечковый тут как раз таки яблоняя но я бы не идет тут тоже это и не знаю какое то дикое верху сяберян к этим тоже в семечковыми точкой и тоже хорошо получилось вот здесь этот день я несколько несколько привил кто же сделал сейчас проверим их тоже здесь даже намного лучше чем на это это тоже в один день и тот же день его прививал здесь видите отсюда вот здесь нас прививка это дикое яблоня а это прививочная наша одна тут тоже если вы обратили внимание одна почка только здесь вот на диком яблоня вырастает отсюда листья что мы делаем аккуратно их срежем почему их убираем потому что что питательные вещества полностью попадались только на нашу почку проходили на нашу почку чтобы она хорошо росла и увеличилась размера сейчас следующий тоже откроем посмотрим на его результат это тоже прижилось хорошо ну здесь чуть слабовато будем надеяться что она вырастет если вы хотите узнать почему я так надолго оставил не открывал их потому что у нас бывали возвратные морозы иногда днем бывало холодно они иногда днем бывало тепло жарко вечером и ночью холодно это время они могут высохнуть чтобы этого не было чтобы они комфортно себя чувствовали чтобы не высохли для этого их долго не оставлял дальнейшем у нас уже сейчас тепло ночное время не так уж холодно чуть-чуть прохладно бывает но не сильно холодно из-за этого я решил их открыть 22 числа если вы хотите чтобы они оставались если если вдруг будет опять таки вот после 22 я снял если будет похолодание похолодание начну время сильное или тоже украд какой-то сильный пойдет чтобы от этого защитить есть другой вариант вот примерно у нас была вот такая прививка там, здесь уже почка высохла это пораньше сняли пробовать хотели посмотреть как она приживается видите высохла нежелательно пораньше снимать холод их портит дальше чтобы они не высохли что мы здесь сделали взяли когда его сняли вот сверху снимаем пленку, вот эту бумагу берем такую обычную, любую бумагу ставим сюда палку твердую, потому что здесь если сделать такую систему то она может шататься стебель может скривиться, куда-нибудь наклониться чтобы этого не было какую-то палку забиваем сюда к нему прикрепляем вот этот привычное дерево у нас и вот такую помогу ставим кружочек и сюда сыпем землю видите насыпали землю вот эта земля будет его сохранять от похолоданий долго после того постепенно вот эта почка там которая прижилась почка она отсюда будет выходить наверх и полностью уже когда она отсюда выйдет уже будет полная отличная температура в окружающей среде и она уже стопроцентно не высохнет для этого нужно вот так обмотать и все если вам не тяжело можно его сразу обмотать после прививки как мы сделали как вы сделали прививку сразу можно вот так обмотать его засыпать землю и сверху тоже вот так бумагой закрываем и оставляем потом вот примерно в такое время когда у нас будет уже вот примерно двадцатых двадцать вторых числах двадцать пятых числах тоже снять уже она точно не замерзнет вот эта почка точно не замерзнет не ленитесь дорогие друзья лучше вот это гарантированный уверенный метод даже проверенный сколько это делали приживалось нормально вот сейчас начали вот так сверху бумагу ставить это новый метод хороший метод только только от заморозков она полностью защитить не может а вот этот способ полностью будет защищать его от заморозков не может у до 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 Продолжение следует...